Технологии искусственного интеллекта будут просто продолжением разума. Но ведь latency, но ведь всегда задержка. Мы размечаем бронье и сильно очень штрафуем за то, когда ассистент врет. А Highload откуда там? Привет! В эфире второй сезон подкаста ЯТОКС. Первые несколько выпусков у нас посвящены конференции Highload. И в этом выпуске мы с вами поговорим про персональных, или как их иногда еще называют, голосовых помощников. И в частности про то, насколько это сложно делать инфраструктурно. У нас очень интересные гости в студии. Это Ибрагим Батырдинов, ML-инженер в SberDevices, который с командой создает семейство голосовых помощников в Салют. Второй наш гость – это Арслан Нурташев, СТО Яндекс.Алисы. Надеюсь, всем известного помощника от Яндекса. И у нас будет гость в Zoom. Это Дмитрий Овечкин, техлид группы разработки в Тинькове, который создает персонального помощника Олег. Суперинтересные гости. Стандартные ведущие. Я, Лена Кунакова и Саша Крайнов. И три самых популярных голосовых ассистента в России. Поехали! Привет, ребят! Спасибо, что вы с нами. Арслан и Ибрагим. Привет. Ну, давайте традиционно, буквально по нескольку слов про себя, про свой опыт, как бы, почему вы здесь релевантные гости. Арслан. Хорошо. Привет, да, меня зовут Арслан. Я руковожу разработкой Алисы. Команда у меня чуть больше 50 человек. Занимаемся инфраструктурой, продуктовой разработкой, классификаторами. В общем, делаем Алису. Ибрагим. Да, всем привет. Меня зовут Ибрагим. Я занимаюсь машинным обучением в Сбер-девайсах. Специализируюсь я на обработке естественного языка и в основном помогаю нашим виртуальным ассистентам Салют лучше вести беседу на разные отвлеченные темы и выполнять свои функции. Руджи Петти, это у тебя? В том числе. В том числе. Мы используем, да, генеративные сети. Отлично. Расскажите, пожалуйста, насколько вообще, на ваш взгляд, ну, даже буквально дайте какие-нибудь инсайты, растет вот тема с голосовыми ассистентами? Почему, спрашиваю, в мою бытность, а я много лет работала в поиске, мы очень сильно пытались прокачивать, голосом спросить. Но не могу сказать, что это прям какой-то фантастический, в итоге стал нативный большой сценарий. Вот как с вашей стороны выглядит? Я добавлю, да, то есть был какой-то взлет такой, все взлетало, и что сейчас? Сейчас продолжается рост, или наступила зима персональных помощников? Что происходит? Алис сейчас растет довольно большими темпами. Например, пользователи любят наши колонки, покупают их. Мы за год вырастаем в разы, а не на какие-то проценты. Поэтому нам каждый раз приходится решать интересные челленджи, связанные с тем, что пользователей все больше, все больше, нагрузка больше. Мы должны для них новые какие-то фичи делать, улучшать качество. Слушай, вообще интересно получается. Я сейчас сижу, думаю, вот у нас, если взять топ-4 в стране прям таких преимущественных этих голосовых помощников, то это Яндекс.Мейл, Сбер и Тинькофф. В какой последствии, как угодно читай. Половина из них про банк. Прости, пожалуйста, я по-прежнему считаю, что Сбер это экосистема. Ну, согласись, что банк представляет большую часть экосистемы. Яндекс это тоже поиск, хотя поиск это кусочек экосистемы. Просто любопытно, почему так происходит? Уже в мире такой же практики, мне кажется, нет. Я не знаю в мире ни одной компании, которая, хорошо, давай так, выросла из банка и сделала своего ассистента. Или бывает? У нас какая-то специфика в стране или почему так? Вообще хороший вопрос. Если честно, я здесь подумал, наверное, в целом про диверсификацию. И мне кажется, это логично как для Яндекса и для Сбера запускать какие-то новые продукты. Второе, есть вот этот момент с переиспользованием технологий. Потому что, видите, виртуальный ассистент очень большой продукт, состоящий из разных элементов. Эти элементы можно переиспользовать в том числе в каких-то других продуктах. А третье, действительно, мне, честно говоря, кажется, что в целом тема финансового банкинга и финансового России, она очень развита. Да, даже по сравнению с другими странами. Там и по теме технологии процессов, и по теме необанков. Поэтому, мне кажется, это логичным развитием того, что там какое-то развитие в сфере финансов, в том числе в банковских историях, оно перетекает и на более привычный повседневный, может быть, рынок других устройств и продуктов. Если Ибрагим еще не убедил наших слушателей, то мы сейчас их убедим окончательно. Потому что у нас есть еще один гость, который подключен по Zoom. Да, это Дима Овечкин, техлит из Тинькова, который разрабатывает голосового помощника Олега. Я правильно понимаю, Дима, у вас один помощник, Олег, а не как бы семейство, как в Сбере? Дима, привет. Да, всем привет. Действительно, у нас голосовой помощник один, но, в принципе, если мы говорим про вариативность голоса, то у нас, конечно, несколько голосов, и мы сейчас даже тестируем вот наш новый голос Алену на клиентах и проверяем, насколько они более лояльны к этому голосу. Дим, ну подожди, смотри, у нас вот какой вопрос. Вот если Сбер такой, он еще уже не совсем банк, еще уже не совсем банк, это там экосистема, все такое, то Тиньков-то банк, ну, в первую очередь банк, конечно. Зачем голосовой ассистент банку? Почему именно банк делает голосового ассистента? Ну, как мне кажется, в первую очередь, это, конечно же, для оптимизации колл-центров. То есть это такой довольно большой кусок каких-то звонков, да, и операторы стоят действительно дорого, и просто, чтобы удешевить все это. И как? Успешно? Уже как бы есть результаты? С голосовой ассистент. Уже есть результаты какие-то? Я сейчас цифры, наверное, не смогу назвать, но в целом, да, мы экономим, мы подсчитывали и экономим довольно много вот с нашего голосового ассистента, который автоматизированно обрабатывает звонки. То есть руководству довольны, что в это влезло? Безусловно. Есть ли в этом, интересно, как это? Доля того, что он еще ассистент назван Олег, как бы, и, кстати, у меня вообще про это есть вопрос. Есть Олег, есть Алиса, а есть Салют. Раз это как бы персональный помощник, насколько вообще важно иметь имя у него? Вы страдаете, у вас есть какое-то мнение про то, что давайте, ну, это очеловечим? А там же есть имя, там Афина, потом... Да, то есть Салют название семейства, плюс это фраза для споттера, то есть чтобы запустить, есть действительно имена. Мне кажется, в целом имена нужны, потому что вот, хотя здесь тоже есть разные кейсы и моменты, вот такая антропоморфизация, антропоморфизация, она помогает людям... Ого, сложно сейчас. Ну, то есть когда люди... Очеловечивание, да, очеловечивание. Наделение какими-то человеческими качествами, в том числе ассистентов, помогает, возможно, немного другой уровень доверия поймать, в том числе. И мне кажется, это просто удобнее, потому что в нашем кейсе это три разных, по сути, ассистента с разными характерами и голосами, и в целом, как же еще их разграничивать, если не имена? Слушайте, а вот давайте про человечность поговорим. Человечность, она же не только имя, то есть есть какой-то персонаж, у него есть какой-то характер. Ты вот потому как отвечаешь, ты понимаешь, что это вот такой характер. Каким образом задается характер у персонального ассистента? Что там? Какая-то выборка специальная или что вообще? На мой взгляд, персонажность голосового ассистента, лучше, конечно, термин виртуального помощника, а виртуальный помощник, конечно, задается двумя вещами. В первую очередь, это какой-то набор вопросов, которые пользователь может задать про персонажа. А вторая часть — это так называемый general conversation, это болталка, это процесс, когда пользователь просто общается с Алисой, например, и он не четко решает какую-то задачу, а просто хочет провести приятное время, спросить, как у нее дела, хочет, чтобы в ответ она поинтересовалась, как у тебя дела. И вот тут довольно интересный симбиоз получается на вопросы, которые про персонажа у нас есть, описание Алисы, кто она такая, какая она музыка. То есть какой-то продакт или маркетолог прямо какими-то чертами просит наделять виртуального ассистента. Да, все так. Какую музыку она любит, какие фильмы она любит. Ибрагим, ваших трех ассистентов разными чертами наделяет? Да, конечно, я вот полностью согласен. Хотел договорить, по-моему, нет. Про что-то еще? Да, давай договорю. А у нас тут принято друг друга перебивать, что можно и договорить. Так вы включили, да? Да, а вторая часть, как мне кажется, довольно интересная. Это General Conversation, который рождается поверх русскоязычного интернета. Потому что у нас же русскоязычные помощники. Поверх твиттера, диалогов, поверх статей, того, на чем обучаются модели. И получается, что это такая вот наша русскоязычная душа и плюс персонаж прописанный. Вот я полностью согласен. Суперинтересно с тем, потому что, вот как подсветил Арслан, действительно, с одной стороны, есть вот эти фичи или свойства, которые закладываются нами. Называется библия персонажа. То есть создается некое видение того, как должен выглядеть и позиционировать себя виртуальный ассистент. И условно действительно прописываются там. Мы знаем, как его зовут ассистент. Значит, ассистент должен тоже знать, как его зовут. А может быть, отвечать на какие-то стандартные вопросы. Это одна часть. Действительно, можно задать голос. У нас еще там, это называется, лава-шарк. Определенные анимации тоже свои. И второй сегмент. Это действительно обучение, вот это general conversation, модели болталок, которые просто общаются. И вот здесь свои нюансы появляются. Потому что, если вы берете среднего пользователя интернета, русскоязычного, то... Я собираю весь этот пул данных. Действительно, там есть стереотипы. И вот когда мы говорим, с одной стороны, про то, что мы действительно... А по-другому никак? То есть, а где еще взять такой большой пул данных? Да, то есть, этого не избежать в принципе. С одной стороны, мы берем среднего пользователя русскоязычного интернета. С другой стороны, мы действительно очеловечиваем продукт, еще представляем его от лица компании. То есть, представьте, люди, когда пользуются ассистентами, Сбера или Яндекса, для них это как продукт, как сотрудник Сбера или Яндекса. Или Тинькова. Да, или Тинькова. И, соответственно, когда там этот сотрудник на определенные вопросы отвечает тем, чем обычно может ответить там русский тролль в интернете, то такой диссонанс небольшой можно уловить. И вещь, которая всегда поражает. Если посмотреть какой-нибудь старый фильм, там, десятилетней давности, любой, там какие-то, блин, суперумные роботы, которые вообще умеют все нас видеть, но говорят они механическими голосами. Вот там, не знаю, какие-нибудь роботы в детстве, которые были умнее людей, там, со всеми, так говорили. R2-D2, который вообще пик. Да, да. У нас только электроник нормально общался. И терминатор. Ну, а так классический робот, это который говорит механическим голосом. А получилось-то наоборот. А получилось-то наоборот. Вот про голос. Скажите, сейчас вообще, сейчас голос полностью генерируется, или это какие-то нарезаются сэмплы, которые склеиваются? Как вообще сейчас работает? Или есть какие-то просто частотные предзаписанные фразы, там, какой-то микс записанных фраз и генерации? Сейчас у нас вообще используется полностью нейросетевой синтез речи. То есть был в свое время, насколько я помню, конкретинирующий, вот, но от него мы отказались в пользу нейросетевого. Предзаписанных фраз у нас уже никаких нету, полностью все генерируется. А обучались кто? Первоначальный голос, на котором обучались? Олег Тиньков или нет? Извините, мне все еще интересно. Нет, конечно, нет. Потому что продуктовал мне нравится тема. Привет, это Олег. Класс. Арслан, как у нас с этим дела? В Алисе ситуация аналогичная, голос ассистента... Типа это уже стандарт, судя, потому что Эбрагин Кивайт, это стандарт индустрии. А когда это произошло? Когда из конкатенации, то есть из складывания кусочков, перешли к полной генерации? Мне кажется, как раз-таки, это одна из самых главных интересных фичей голосового ассистента, виртуального помощника. Это какое-то ругательство? Что такое? Вы так поправляете прям нас и себя? Что он может... Суть в том, что голосовой ассистент, ты с ним можешь взаимодействовать только с голосом, а с виртуальным помощником есть и другие способы взаимодействия. Например, в чат написать. Например, написать в чат или нажать на кнопочку, которую он тебе показал в ответе в чате или еще где-то, неважно. Так вот, мне кажется, это одно из важнейших свойств ассистента говорить человечным голосом, а не роботным. Если конкатенировать предзаписанные какие-то слова, то невозможно сделать голос нероботным. В любом случае, нюансы должен выучивать какой-то ML, и он должен на произвольные ответы, которые Алиса, например, когда на вопросы отвечает, она находит ответ в интернете. Или невозможно всю базу Твиттера проговорить и записать. Я правильно понимаю, синтез речи и распознавание человеческой речи, чтобы знать, что синтезировать в ответ, это два разных ML? Два разных, да. Есть еще какой-то ML в виртуальных помощниках? Ну, вообще, вот чем отличается? Расскажите, кишки какие-то? В общем и целом, да, есть другое. Вообще, что происходит, когда пользователь взаимодействует с ассистентом? Сначала распознается то, что он проговорил. Дальше по тексту нужно понять интент пользователя, то есть что он хотел этой командой получить. Включить музыку или таймер, или, может быть, будильник, или вообще просто хотел поболтать. Вот в общем случае гипотез может быть несколько, и затем нужно еще суметь из гипотезы выбрать правильную. Иногда для этого нужно знать даже ответ на эту гипотезу. Например, если пользователь попросил что-то, на что мы можем показать ему и видео какое-то, и включить какую-то музыку, то как будто... Надо получить то, что он просил, а потом включать. Ответ может быть и там, и там, и там, и там он правильный, но какой-то из них лучше. Нужно выбрать тот, который лучше. То есть есть голосовая... Значит, я спрашиваю, мой голос распознают, а дальше приземляют в набор каких-то готовых сценариев или в болталку. Правильно? И так ли у всех? В целом, да. Действительно, поток мыслей такой распознается, а потом уже работа идет непосредственно с текстом. А действительно, есть два, условно, там, кейса. Это когда есть конкретная цель или функция, выбирается нужный интент, там, заметка, включить музыку и так далее. Есть более общий сценарий, как раз, там, беседы на какую-то общую тему. Здесь email становится даже больше. И потом, после того, как выбран конкретный ответ... А ответ — это ведь не только текст может быть. Мы же с вами тоже пересылаем. Мы можем там музыку пересылать, гифки, стикеры и так далее, какие-то видео. И для текста потом действительно происходит нерестевой синтез голоса. И это тоже суперсложная задача. Слушайте, а вот если взять тему распознавания голоса, у нас, кстати, подкаст посвящен... Эти первые выпуски подкаста в этом сезоне посвящены конференции Highload, все про инфраструктуру, про нагрузку. И здесь вот какой вопрос. Правильно ли я понимаю, что пока у всех само распознавание происходит на сервере, не на клиенте? Ну, хорошо, там, каком-нибудь активационной фразе, вордспотинг на клиенте, распознавание общения на сервере. Это у всех так же, да? Дим. Дим, у вас так же? Да, конечно. Это трудозатратная операция, поэтому пока все на серверах. Слушайте, ну ведь latency, ну ведь всегда задержка. Ты пока свой голос долетит, он у тебя до сервера, пока там результат вернется обратно, это всегда плюс к нагрузке, плюс к задержке. Возможно ли, можем ли мы рассчитывать на то, что все распознавание переместится на клиента? Вот, не знаю, вот Pixel свой телефон анонсировал, говорят, что у нас вообще все на клиенте работает. Да, я думаю, что в течение нескольких ближайших лет действительно многие команды локально устройства смогут распознавать. Но отдельные команды, не целиком речь. Я думаю, что не целиком речь, потому что многие кейсы без интернета решить невозможно. Точно так же там на фактовый запрос какой-то ответить. Не-не, ну хорошо, это фактовый запрос. Я сейчас про вот ровную, про распознавание речи, про вот эту часть. Да, я про это как раз и рассказываю. Я думаю, что скорее будут какие-то гибридные модели вида, пробуем распознавать локально, если понимаем, что это команда какая-то, например, про умный дом. А умный дом у нас через пять лет работает не через китайские все умничные облака, а локально по какому-то протоколу, например, Zigbee или BLE, неважно. И действительно, когда у тебя умный дом, тебе все-таки хочется уметь управлять и без интернета, потому что если у тебя интернет отключился, ну, типа, как-то вставать, идти включать след самостоятельно, ну, не для этого ты покупал как будто бы все эти умные примочки. Вот. Но при этом, если команда будет такая, которую локально устройство исполнить не может, или если оно, например, не уверено, что оно распознает верно, то дальше, и при этом есть интернет, то дальше, я думаю, в любом случае голос будет идти на сервер, потому что на сервере огромные GPU-машины с гигантскими моделями, с сотнями миллионами, миллиардами параметров, которые в любом случае обеспечат лучшее качество распознавания. Ибрагим, вы тоже идете на клиент? Ну, да, я соглашусь здесь, что действительно, с одной стороны, есть определенный трейд-офф, и мне тоже кажется, что часть базовых сценариев, она будет полностью закрываться на устройстве, потому что здесь действительно есть свои плюсы. Учитывая то, как развиваются в целом вычислительные процессоры, мы к этому будем приходить, но действительно, всегда будет часть кейсов достаточно сложных, для которых нужны модели побольше, помощнее GPU, и в таком случае без интернета не обойтись. То есть, мне кажется, будет некая такая часть о базе сценариев, связанных в том числе с умным домом и других, которые будут выполняться на устройстве и без интернета. И будет часть таких сценариев, тоже с определенным перекрытием для сложных кейсов, которые не будут выполняться без там облачных вычислений. А скажите, вот ML, много ML, значит, в голосовых помощниках, в виртуальных ассистентах. А HighLot откуда там? Типа, в чем высоконагруженность системы? HighLot обычно появляется тогда, когда много пользователей. И прям буквально просто много пользователей. Слушайте, а сколько их вообще? Что такое много пользователей? Давайте поймем. Просто какой порядок может быть в прыжке? Или конкаренты, или еще что-то. Вообще, в чем мерить нагрузку в голосовых ассистентах? Я сейчас прям суперточно цифры не скажу, но, насколько я помню, колонок устройств с Алисой сейчас у пользователей около 2,5 миллионов проданных. Пользователи гораздо более активно голосом взаимодействуют с колонкой, нежели с телефоном. В телефоне Алиса есть там в картах, в навигаторе, в поисковом приложении Яндекса. И там уже десятки миллионов пользователей, нескольких десятков, но они чуть менее активно взаимодействуют с виртуальным ассистентом. И получается так, что мы говорим про тысячи РПС, несколько тысяч голосовых запросов в секунду в нас прилетает. Из них примерно половина, наверное, прилетает с устройств. А что вот в этом самое тяжелое? Вот просто интересно там, это процессинг текста или ISR самый тяжелый, или синтез? Вообще нужно понимать, что голосовой помощник, виртуальный помощник, это штука, которая выступает во многом как клей между кучей разных других сервисов Яндекса, потому что мы скорее делаем технологии, делаем инфраструктуру и решаем какой-то набор сценариев, которые нужны пользователю. Если говорить про затраты на сервера, то большая часть это распознавание и синтез. Если не брать в расчет внешний сервис. А тяжелее что из этого? Распознавание или синтез? Сейчас, прямо сейчас тяжелее. Распознавание. Потому что наши коллеги, которые занимаются синтезом, не так давно смогли соптимизировать свои сервера. Как у вас с RPS? Мы хотели бы успеть, это большая база юзеров. Для разных задач, тоже распознавание, синтеза, речи и работы с текстом, используются там разные модели. В плане загрузки серверов нужно достаточно много видеокарт, потому что если вы хотите классно решать свои задачи, нужны модели побольше, помощнее, и здесь не обойтись без видеокарт. Вы знаете, здесь же еще такой момент происходит, что запрос, по сути, обрабатывается он последовательностью, то есть последовательностью. Сначала тебе нужно распознавать голос, потом нужно поработать с текстом, потом нужно синтезировать ответ и отдать его на синтез речи. И вот, по сути, во время каждого из этих переходов может накапливаться ошибка. Она идет дальше по следующим ступеням, поэтому здесь суперважно не просто работать в условиях высокой нагрузки, а при этом с ней справляться, с одной стороны, с другой стороны, уметь быстро понимать, когда что-то пошло не так, потому что когда мы говорим про ML, то здесь, если раньше там что-то могло пойти не так только с кодом, то теперь еще есть и модели. А может и с моделями все нормально, но произошло смещение там данных, в принципе, или пользовательских сценариев, это тоже нужно уметь вовремя заметить и вовремя принять определенные меры. Дим, в Тинькове хайлот в голосовых помощниках, виртуальных помощников? Можно сказать, что да. Мы, в принципе, ну, если посчитать именно колл-центр, то это до... Тут немного некорректно говорить именно про РПС. Лучше, наверное, считать как раз количество параллельных подключений, количество параллельных потоков на распознавание, которое идет в сервис. Она у нас на голосовом помощнике именно до 2000 параллельных разговоров идет. Это на GPU процессе все или на CPU? На чем? На видеокарточках обсчитывается голос? Это и CPU, и GPU. То есть есть CPU-шные модельки, есть GPU-шные. Но в основном, да, основной ресурс, так сказать, которого мало, это всегда GPU. Слушай, а что там получается? Вот если в технических данных сказать, там, типа, одна карта, кстати, какие у вас карты, там, А100, В100, и сколько они конкурентов могут держать? Сейчас у нас Т4. Сколько я точно не помню, но вот именно распознавание наверное до 500 могут держать. На одной карточке? Да, да. Ничего себе. Правильно я понимаю, хайлодность тут не только в РПСах, но и просто в сложности систем, в количестве компонентов, которые в ней участвуют, в их каких-то сложных взаимосвязях, вот на тему того, что ты говорил, что ошибка может копиться и так далее. Да, в том числе. А мне кажется, это действительно накладывает ряд нюансов, которые нужно учитывать. То есть нагрузка, она может быть большой, но так как сервис достаточно сложный и комплексный, то есть тебе не просто нужно принять ответ и по какому-то суперзаготовленному сценарию и простому правилу отправить ответ, который от тебя ждут, но действительно обработать, что нужно сохранить, что нужно передать, проверить, все ли работает. И возникает вот это многоступенчатое. Короче, многоступень. Возникает, и поэтому сложнее становится. А вот смотри, интересно, если я правильно понимаю, то ведь персональный ассистент или как это, персональный помощник должен держать, пузы все время терминологии, должен держать какой-то контекст разговора. Но при этом мы же, как каждый там запрос или каждая какая-то фраза, это новое обращение, у нас много дата-центров. Как это вообще, этот контекст удерживается? То есть он как-то хранится, передается, возвращается на клиент, потом передается в новом запросе. Да, таскается по запросу. Или нет. Или если у нас сессия началась, мы все время в одну точку шлем эту сессию и все. Или как это вообще? Как происходит балансировка нагрузки в ситуации, когда нужно держать контекст? Смотри, вообще, действительно, нужно держать контекст, диалога, нужно помнить, что ты делал, что тебя спрашивали на предыдущих шагах, чтобы корректно отреагировать на текущую команду. Причем, естественным образом, контекст хочется хранить побольше на клиенте, его невозможно положить целиком. А не лезет, да? Да, поэтому у нас есть специально разработанный протокол, который обеспечивает упорядоченность запросов, ответов, и дальше мы на сервере часть контекста в кэшах, в базах данных можем держать для того, чтобы его восстанавливать. У нас такая двухслойная схема, где сначала in-memory кэш, потом баз данных. In-memory кэш, он внутри дата-центра свой, поэтому там протокол пропушивания из кэша в базу данных присутствует для того, чтобы в момент переподключения колонок в другой дата-центр контекст не потерялся. Ибрагим, у вас похоже? Да, и я, наверное, добавлю немного с другой точки зрения взгляд. Контекст в целом можно назвать локальным и глобальным. Локальный, это вот мы с вами разговариваем, вы там помните, какие были предыдущие беседы, и у нас в таком контексте идет с вами диалог. Актуально для моделей, которые просто ведут беседу и разговаривают на общую тему. Еще есть какой-то глобальный контекст. Здесь мы говорим в том числе про какие-то персональные качества и персональные собеседника, с которыми мы общаемся. Здесь могут помочь либо его предыдущие реплики, либо то, как он пользовался другими продуктами экосистем, потому что это тоже полезная информация, которую можно использовать. То есть какой-то профиль пользователя. В том числе, да. И здесь, соответственно, в конечном счете происходит вот такой синтез глобального и локального контекста для того, чтобы подбирать не просто наиболее релевантную реплику или интересный ответ, но и в том числе иногда и более персонализированную. Скажите, применительно к контексту, когда мы говорим про автоматизацию с помощью виртуальных ассистентов именно вот суппортинговых частей бизнеса типа колл-центров, насколько важно, есть ли у вас вообще отдельный такой стрим? Ведь в саппорт обращаются, ну, когда что-то случилось, там жалобы, работа, условно, работа с возражениями, потребление негативного фидбэка, успокаивания и так далее. Как-то специально вот такие ассистенты учатся под то, чтобы гладить по ручке. Я здесь, кстати, добавлю, что ведь, если говорить, продолжать тему контекста, что обычно выбешивает, когда звонок в саппорт? Ты человеку очень долго объясняешь, человеку такую выслушал, да, понятно, это вам туда, сейчас переключу на другую линию, другую линию, там опять, а что у вас случилось, да, и так каждый раз. То есть вообще интересно, вот в случае какой-то там поддержки, саппорта и всего остального, насколько может храниться долгий контекст, причем не только даже текущего разговора, а какой-то вот всей истории обращений. Дим, у вас это, да, реализуется, нет? Ну, с этим сложновато, но какой-то контекст мы сохраняем, то есть мы там, например, по клиенту смотрим, ну, из речи можем взвлекать какие-то дополнительные фичи, там типа его пола, ну, и опять же негатив тот же самый. Вот. Ну, вот вы как-то специально учитесь с негативом работать? Есть детектор негатива, классификатор уровня негатива. Не отшучиваться, ну, вот, например, на примере с Алисой, Алиса бы отшутилась, как бы, но у нее и задача, кажется, не такая, как бы. Не такая, да. Да, а вот как делают в именно таких бизнесовых виртуальных помощниках? Ну, скорее, это уже важно для какой-то постобработки данных, да, то есть на сам негатив по сути своей мы как-то не можем нормально среагировать, вот, но в дальнейшем для аналитики, там, для разбора кейсов с операторами мы смотрим на этот параметр. То есть есть детектор негативности какой-то, классификатор? Да, там не только, на самом деле, ну, и детекция пола тоже есть, ну, и дальше можно уже идти, на самом деле, в голосовую идентификацию голоса, да, это тоже довольно полезно. У вас похоже, другим? Во-первых, наверное, я бы отметил, что подобные кейсы использования ассистентов, это в том числе про то, что ассистенты — это первая волна техподдержки, то есть, соответственно, в каких-то более сложных случаях в любом случае здесь подключается человек на данном этапе данного развития. Второе. А ассистент передает человеку контекст? Или вот классический кейс? Нам скажи заново. Да. У специалистов техподдержки в любом случае будет история предыдущей беседы, он подключится. Потом второе, наверное, про классификаторы негатива, да, действительно, куча подобных классификаторов используется в самых разных сценариях. Первое — это непосредственно там в процессе, чтобы понять, что не так, может быть, идет. Второе — это действительно для постобработки и понимания, что там, где было не так, что можно будет сделать. И третье, наверное, я вот что подчеркну, мне кажется, с увеличением роли виртуальных ассистентов в принципе в общении с клиентами и с увеличением количества возможных сценариев общения с ними будет появляться еще и не только техподдержка, а, наверное, такая поддержка, где просто пообщаться, потому что у вас не только в контексте взаимодействия с банком, но и в контексте взаимодействия с другими продуктами экосистемы тоже могут быть негативные сценарии. И здесь, естественно, первый удар автоматически приходится на ассистентов. И мне кажется, в течение времени действительно ассистенты все больше и больше смогут более гладко возможно и бесшовно переводить на специалистов техподдержки, понижая вот этот градус возможной негатива. Вот вы лихо пропустили Алису, но мы тоже замеряем негатив, потому что для нас это в некотором смысле градусник того, как наш ассистент себя ведет. Если мы какую-то новую фичу или изменение классификации выкатываем в АБ-эксперимент и видим, что в одной из выборок сильно растет негатив, значит, что-то идет не то, что-то нужно идти, дебажить, дальше смотреть. Хорошо, тему SR обсудили, мне теперь хочется прям навалиться на NLP-шную тему. Давай мы так, наверное, тогда отпустим Диму. Спасибо, Дим. Спасибо тебе огромное, спасибо, что к нам зашел. Спасибо. Привет, Олегу. Привет, Олегу, в следующий раз приходи лично. Какой из них? Обоим. Или всем вообще. Все, пока. Спасибо, пока. Пока. А я хочу спросить вот про какую штуку. Если взять NLP-шную часть, то есть процессинг, собственно, сам процессинг текста и смысла. Причем интересно, конечно, та часть, которая фри-конверсейшн или чит-чат или какая-то болталка, как в Алисе называется. Вот такой режим свободного диалога, свободного общения. Я помню, был период, когда использовали скоринг. То есть вот у нас есть фраза-запрос, и мы среди возможных готовых фраз-ответа выбираем какую-то лучшую. Он там как-то прогрессировал, берты использовали. Но сейчас вот пришли времена генеративных сетей. GPT-3 и все вот это вот. Сейчас ответы в болталке это что в режиме свободного общения? Это генерации или это по-прежнему скоринг выбора из готовых фраз? Или еще что-то? На мой взгляд, в любом случае какой-то один тип моделей никогда не будет использоваться, потому что если вдруг ты сделал такую классную генеративную модель, взял какое-то количество реплик от нее, добавил туда заготовленных реплик, которые ты нашел в интернете, и поверх вот этого множества кандидатов выписал какой-то набор фичей и запустил CutBoost, то ты все равно победишь каждый конкретный способ майнинга кандидатов. Ну, по крайней мере, пока это правда, поэтому часть вещей действительно генеративка придумывает, часть вещей майница из заготовленного набора ответов, и дальше есть ранжирование, которое дальше выбирает самый оптимальный способ. Я подчеркну тоже мысль Арслана, действительно, когда есть возможность синтезировать и соединять сильные качества таких разных моделей, можно по итогу добиться лучшего качества, чем по отдельности. Мы тоже используем и там стандартный ретриевл-механизм основан на поиске, когда из базы огромный кандидат при условии текущего контекста выбирается наиболее удачная там реплика. В том числе мы используем им тоже генеративную сеть, естественно, в том числе мы тоже используем ранжирование. Но и в первом, и во втором случае всегда есть свои нюансы и плюсы, и минусы у каждого из подходов. А как вообще меряется качество болталок вот этих? Как понять, что она хорошо разговаривает? Перед этим вопросом сейчас свалившись в качестве? Я все-таки хочу уточнить. То есть в финале все равно какой-то скоринг. А скоринг, он чем делается в финале ответов? Возможно, в том числе потому, что у нас все-таки разные ассистенты. Мы там, их различия между персоналиями, в том числе мы этого добиваемся с помощью моделей и разного применения механизмов. Условно, там в той же Joy у нас больше генеративного компонента от GPT-3. В более стандартном Сбере, у которого такой по умолчанию более спокойный рассудительный характер, мы используем ретриевл-механизмы по большей части, а в условной Афине мы можем подмешивать и то, и другое, и при этом в каждом из персонажей мы можем использовать разные сценарии и на B-тестах уже смотреть. Что пользователям больше нравится? Ну вот Арслан сказал, что в Алисе там кодбустом в финале, то есть деревья решений выбирают, какой ответ взять, и готовый, или сгенерированный. А у вас чем выбирается? Мы тоже используем бустинг над деревьями, но у нас не кодбуст, в случае ранжирования. И тоже, вот как сказал Арслан, потом на основе ответных реплик там высчитывают самые разные фичи, которые в последующем помогают выбрать. Вот оно что. Короче, шах и мат любителям глубокого обучения, там вы можете генерировать все, что угодно, но финальное решение по-прежнему старые добрые деревья. Это, кстати, любопытно довольно. Вроде бы хайповая технология, нейросети, а пока все равно финальное слово. Начальникам все равно остаются деревья решений. Мне кажется, в целом состояние машинного обучения сейчас такое, что выгоднее не одну конкретную модель сделать, и всегда выгодно несколькими способами сделать то, что ты хочешь, и поверх запустить деревья решений. Такой прям классический кагл стайл, да, прям взять много моделей, стекнуть и погнали. Про метрики, про качество, да. Наш выход, да. Как смотреть, что все хорошо или все плохо, бенчмаркаться и так далее. Наверное, вы про болталку спрашиваете. Спросите обязательно про гол-ориент эту часть, потому что, мне кажется, она тоже очень интересная. Мы сейчас до нее дойдем. Конечно спросим. Вообще, простейший способ замерять качество болталки, подавать ей на вход какой-то набор, какой-то уже готовый диалог, и просить придумать болталку, последнюю реплику. Дальше выписать инструкцию с описанием аспектов качества диалога и показать асессорам или талокерам и попросить людей дать свою оценку по инструкции тому, что здесь произошло. Но в любом случае дальше это оффлайн-метрика, но помимо оффлайн-метрики тебе интересен онлайн. Может такое быть, что ты там не лучший оффлайн, потому что ты раньше отвечал уместно, теперь отвечаешь уместно. Ну, это один из главных критериев. Отвечать уместно, а не в попад. Рандомно, да. Ну, дальше тебя уже интересует какая-то онлайн-метрика, скорее всего. Например, у тебя есть такая вот продуктовая мысль, что, наверное, если общаться с твоим ассистентом интересно, то люди будут с ним общаться дольше. Поэтому ты замеряешь так называемый тайм-спэд, потраченный пользователей в болталке. И в АБ-эксперименте ты можешь новую модель, старую модель взять и посмотреть, где люди дольше разговаривают. Вот. Это уже неплохое приближение. Как поставить правильный курс размена уместности и там, интересности, не знаю, что. Живости. Живости, да. И возможности сказать что-нибудь вредное и негативное. То есть, есть какая-то суммарная метрика, которая все учитывает? Очень хороший вопрос, потому что, действительно, одна из проблем любых моделей болталки, это так называемая скучность, потому что, в целом, модель стремится выполнить задачу более простым способом. Вот даже если мы с вами общаемся, какой универсальный ответ на любой вопрос? Не знаю. Можно отвечать не знаю, понятно, ясно, да. И вот диалог будет абсолютно неинтересным, но вполне себе уместным. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы будем позволять в целом модели отвечать наиболее специфично под каждый контекст и супер по-разному, у нас точно есть контексты, зная которые, можно вытащить вот эти стереотипы, вычлененные из данных, которые могут дискриминировать кого-то, которые могут быть токсичными, потому что в интернете в целом, если разгорелась какая-то перепалка, то люди обычно отвечают достаточно четко, используя там все богатство русского языка. Мы тоже, когда стартовали и обучали свои модели, вот я помню, перед запуском мы сидели, мы же еще не запустили ассистента, мы не знаем, как вообще, у нас будут тролли там провоцировать, что вообще будут писать. Мы сделали небольшого мини-ассистента, но который был полностью 18+, без тормозов, он мог спокойно материться, оскорблять в ответ и просто на там friends and family раскатили, чтобы посмотреть, какие вообще кейсы возможные провокационные могут быть в общении с пользователями и потом использовать эти же данные во время старта более умным способом. Если честно, вообще вот такой 18+, собеседник и ассистент, он суперэмпатичный, эмоциональный, и у него, я думаю, метрика живости и общения будет повыше. Но мы понимаем, что есть определенные риски, мы не можем там использовать таких ассистентов, и поэтому мы действительно стараемся выбрать вот этот трейд-офф с движением в сторону безопасности, естественно. А вы как-то не пробовали динамически выбирать вот эту вот границу дозвольного? Ну, например, опять же, персонально знать про контекст человека, что там он спрашивает провокационные вопросы и хотел бы каких-то таких ответов, или там, что это ребенок, и с ним точно нельзя, как бы пытаются ли ассистенты динамически выбирать. Вот нехороший человек, который спрашивает провокационные, он же первым безжаловался. Он же ради этого и спрашивает. Он выложит скрины, снимет видос в ТикТок, и вот это вот все. Это очень хорошее замечание, действительно, мне больше того кажется. Я помню, был кейс с, по-моему, Алексой Амазоновской. Там ребенок спросил у Алексы, кто такой Санта-Клаус. Алекса ответила, ну, Санта-Клаус это вымышленный персонаж, ребенок разбил сердце. Ничего не предвещало. Да, у нас действительно могут быть вот эти разные кейсы и сценарии общения с ассистентами. Мне кажется, это очень хорошая мысль. Правда ли, что у детей ассистенты особо востребованы? С чем вы это связываете и какие, значит, вы накладываете в связи с этим ограничения на продукт, на имейл, на все? Да, действительно, у детей достаточно востребованы ассистенты. Детские сценарии популярны, потому что для ребенка это не устающий собеседник. У детей в процессе развития в том числе нервной системы у них ведь выстраивается вот это разделение понятий, где я, где мир, где другие люди, самосознание определенное. И, соответственно, детям намного проще воспринимать вот такие новые форматы взаимодействия, в том числе с устройствами. Поэтому для них это такое небольшое окошко в действительно большой мир, где они что-то пробуют и точно так же запускают. И действительно с ассистентами они начинают очень много взаимодействовать. Это накладывает определенные риски, потому что у вас уже здесь не конкретный человек, который в диалоге техподдержки общается. Это ребенок. Вы несете определенную ответственность за тот контент, который ему показываете. Второе, вы несете определенную ответственность за то, как в целом с ним взаимодействовать. И третье, у вас накладывается очень много всяких сложностей. Да, начинает распознавание речи, заканчивание в целом формулированием и понятием того, чего от вас хочет ребенок. Достаточно популярный, естественно, сценарий будет там «Расскажи сказку», «Покажи мультик» и так далее. Но мы в том числе вкладываемся и в развитие каких-то игр для развития логики и всего не только развлекашек, но и развивашек. Аршлан, дети и Алиса. Дети любят Алису, любят информационную составляющую в том числе, потому что они познают мир. Алису почти всегда можно спросить то, что она знает, а ребенок не знает, почему трава зеленая. Но это болталка каждый раз. Нет. Не только? Да, все-таки бывает и болталка, действительно, но мы делаем так, чтобы она не ворола при этом, как ты помнишь. Но бывают честные фактовые ответы, где ребенок действительно узнает то, что ему интересно. Вы как-то за этим следите отдельно? Конечно, у нас есть фильтры всех наших сценариев, чтобы дети не получали то, что им пока по возрасту получать не следует. Тут интересная такая особенность про ML вообще, Врагим упомянул. Большие модели, которые на северах занимаются распознаванием, они довольно хорошо все равно распознают, что дети говорят, а вот споттерная часть обращения ребенка к устройству, эта модель поменьше. вот. И поэтому дети не всегда легко могут активировать ассистента. И существует трейд-офф между тем, насколько по-разному можно произносить слово Алиса, и тем, сколько ложных срабатываний будет в дальнейшем происходить в процессе естественного другого диалога. Поэтому у нас есть дополнительная еще валидация обращения на сервере, когда мы можем затратить гораздо большее количество вычислительных мощностей, чтобы более точно определить, было обращение или нет. Слушайте, но если говорить про всякие фичи, там типа дети любят и все остальное, это мы бы, не знаю, вместо вас маркетологов бы позвали, они нам лучше рассказали. Давайте вглубь свалимся. Большие модели. То есть вот сейчас под капотом болталки большие модели. Там большие трансформеры типа GPT-3, может быть, потом еще будут больше, и все вот это вот. Но ведь большая полноценная модель на десятки миллиардов параметров не может же работать в рантайме. Ну, правда же, дорого. Что делаем? Дистилляция какая-то, маленькие модели впроди, все это на GPU летает, дорого же. Как обеспечить этот баланс цены? Блин, ведь у инферит GPT-3 это совершенно невероятные деньги цены и качества. Где его находить? Ты упомянул сейчас процесс дистилляции. Действительно, можно тренировать очень большую модель. Обычный процесс обучения устроен так, что выход модели, он очень разряженный. Та же GPT-3, она должна предсказывать следующее слово к твоему предложению. Вот. То есть, это очень-очень много нулей, и одна единичка всего лишь выходной матрицы. Вот. Дальше, эта большая модель учится на очень большом количестве текстов, на всем интернете. Вот. И в конечном итоге после применения выдает некоторое распределение на выходном слое. То есть, когда ты скармливаешь предложение, говоришь, придумай слово следующее, то на выходном слое появляется не единичка, а что-то между ноликами и единичками везде. И дальше появляется такая интересная особенность, что ты можешь взять более маленькую модель и уже тренировать не на суперразреженный выход, а на распределение, которое выдает более тяжелую модель. И оказывается, что эта маленькая модель, она более хорошего качества может достичь, чем если ее тренировать сразу. Ничего себе. А, более хорошего качества по сравнению, да, по сравнению с тренировательной большой. А какой вот примерный разрыв, ну вот, если там, не знаю, взять, какое количество параметров у модели такое адекватное для того, чтобы впрод катить? Я думаю, что десятки миллионов. Десятки миллионов, да? Ну, смотри, разница же огромная, миллиарды и десятки миллионов в разнице в размере сети. А вот в качестве, по замерам, то есть какая деградация происходит при переходе на маленькую модель? Небольшая. На самом деле, небольшая, да. Здесь, наверное, вот там. У вас тоже огромные модели лежат в основе? Да, действительно. Огромные модели, все на базе трансформеров. Если мы говорим про генерацию там стандартной вот эти авторегрессионные языковые модели вроде GPT, в том числе, мы используем там берты, разберты, с берты мы все это называем, мы тоже используем разные трюки ухищрения. Первое, это то, что на этапе обучения может быть. Действительно, можно дистиллировать, использовать всякие, мы это называем понижающие адаптеры, потому что мало того, что ты там модель сделал меньше, они ведь еще, вот когда мы говорим в том числе про берты, представляют такой некий вектор, который отображает там некий семантический смысл самого предложения. Этот вектор тоже можно понижать. Второе, мы там используем, это называется multitasking, когда модель обучается сразу на нескольких задачах параллельно, потому что ты же не можешь под каждую небольшую задачу обучить такую большую, огромную модель. То есть хочется все это переиспользовать. В целом, большая модель, она используется для чего? Для того, чтобы правильно отобразить вот эту последовательность из слов в некую там точку в смысловом пространстве. Если это уже сделать, то потом любая простенькая модель может решить свою задачу, конкретно используя эту информацию. Второй момент. Мы там используем условно квантизацию ту же самую, чтобы понизить размерность чисел, которые используются там в параметрах. Это позволяет, во-первых, модель побольше использовать, batch побольше, и в целом во время inference тоже экономить время. Но вот здесь, наверное, я бы еще отметил такую мысль, что вообще даже если смотреть на публикации, в целом, если брать модели побольше и данных побольше, ты получаешь качество чуть получше. Поэтому мне кажется, что при условии некой такой верхней планки по скорости и памяти, если получается обучить модель поменьше, используя там разные ухищрения и трюки, можно ту же модель взять побольше и получить еще немножко сдвиг вот этого потолка, который есть. Поэтому мы тоже часто стараемся поймать вот этот трейд-офф между тем, чтобы ускорить и облегчить то, что уже есть с одной стороны, а с другой стороны, если получилось, попробовать что-то побольше, чтобы еще сдвинуть вот эту планку метрик, которые сейчас у нас есть. Слушай, ну смотри, я не знаю, у меня, например, при общении с любыми персональными инстинентами, меня больше всего выбешивает их медленность. Ну, то есть, когда ты спрашиваешь, и ответ медленный. Вот там, очевидно, есть понятная история, почему такое лентенси, да, то есть, голос доставляется до сервера, там, ASR пока распознал, эти большие модели что-то посчитали, потом мы поскорили, выбрали лучший результат, потом обратно, там, спич-то текст, наоборот, текст-то спич отрабатывает, и вот, и ответ ко мне вернулся. Если посмотреть, вот вообще, во-первых, существуют ли эти метрики лентенси, то есть, насколько они важны, и как они оптимизируются, и второе, если посмотреть на все эти этапы, где больше всего потери времени, вот в чем самая большая засада, в больших моделях, в передаче голоса, в распознавании голоса. Вот это очень интересно выбрется, потому что существует большое количество трюков, и вообще, само по себе, лентенси, ассистент, это нетривиальное понятие, когда пользователь обращается к колонке, например, он произносит активационное слово, а дальше колонка начинает слушать. Пользователь в какой-то момент заканчивает свою команду, и в этот момент как раз начинает тикать его внутренний таймер. Ага, все, теперь я жду ответа. Вот. Это так называемая точка, называется end of speech у нас, а точка, когда сервер распознавания реально определил, что произошел конец речи, это end of utterance. Без человеческой разметки end of speechа замерить время ассистенты невозможны в принципе. И если говорить про потери и труки, которые, я думаю, все ассистенты делают, по крайней мере, присутствующие в этой комнате, они пробуют запускать модели на частичных результатах звука, то есть не ждать конец, не ждать, когда сработал детектор конца запроса, а там через 400 миллисекунд, через 600, 800, запустить модель, так как в процессе обучения модель чуть-чуть умеет еще предсказывать будущее, то элементарно, когда ты говоришь слово бронетранспортер, то на броне уже понятно, что там дальше произойдет. Вот. И модель предсказывает таким образом запрос. Если ты диалоговый движок запустил в этот момент, диалоговый движок отработал быстрее, чем сработал into utterance, то вот в момент срабатывания детектора конца запроса тебе уже есть готовый ответ, надо его просто отдать. Вот. И тут еще интересный трюк, связанный с тем, что, как мы на предыдущий вопрос обсудили, что сети побольше, погуще распознают, хочется сеть побольше действительно запускать, но если ты будешь там каждые 100 миллисекунд ее запускать, то у тебя не хватит никаких ресурсов, это будет там в десятки раз дороже для компании стоить, чем текущая инсталляция твоя. И ты, в принципе, можешь запускать более легкие модели, а более тяжелые запускать только в самом конце. И более легкие, ну, они иногда, естественно, ошибаются, тогда появляется вот этот штраф на время работы диалогового движка. Вот. А иногда они правильно распознают, угадывают ответ, и ответ уже готов. Я бы, наверное... Вы измеряете скорость? Да, я бы, наверное, еще добавил вот такой пункт, что на самом деле ведь вот если для пользователя ассистент это какая-то единая точка просто входа. Вот он сказал реплику, он ждет ответ. Для него это один и тот же интерфейс, но ведь под капотом на самом деле последовательность может быть разной. Один случай, когда просто надо будильник поставить, там микроинтенс работает и все. Второй случай, может, вы вообще одну и ту же фразу раз говорите, вы просто в кэш попали, вам вообще не нужно модели никакие считать. И третий, есть действительно какие-то более специфичные реплики, когда вы еще идете и в болталку, если там что-то еще специфичное. И вот это как бы разные сценарии запуска разных моделей, хотя для пользователя это все равно все одно и то же. И здесь очень важно ведь и про то, чтобы сохранять вот эту дельту минимальной, потому что очень странно может быть, что в целом вы общаетесь с человеком и он просто иногда вот так зависает. И не очень понятно, что вообще в целом происходит. И вот очень четко тоже отметил Арслан, что, во-первых, использует там определенные кэширования данных, потому что, если уж честно, даже мы, когда с вами общаемся, вот там половину всего распределения, множество фраз, с которыми мы общаемся, все равно умещается в определенное количество запросов самых разных. Это закрывается там без переиспользования моделей в принципе. И второй кейс, действительно, вот диалоговый движок, который, собственно, занимается тем, что раутирует трафик на разные модули и в целом ведет вот этот флагман введения в целом беседы, он действительно играет супер важную роль, если он четко срабатывает даже на неполных запросах, то для пользователя это выглядит очень бесшовно и быстро. Слушай, а есть какой-то механизм, не знаю, прогреваете кэши, когда новая моделька катится, нужно обязательно самим там какие-то ответы заготовить? Да, обязательно есть, во-первых, кэширование уже по-разному, это не только про сами ответы, это конкретно и про модели, никто не мешает конкретную модель обернуть. Если мы говорим про те же оберты, которые, по сути, принимают на вход последовательность токенов, предложения, а на выход дает некий такой вектор семантический, то никто не мешает закэшировать определенный топ всего распределения, который есть заранее, до запуска. Вот, это первый момент. Второй момент, еще ведь помимо вот кэширования и запуска очень важно добиться того, чтобы быстро происходил запуск ассистентов на поде в принципе, а второе, это обеспечить вот эту быструю скорость доставки новых фичей или исправления. А для того, чтобы быстро доставить, нужно, чтобы контейнеры-то были не такие уж и большие, чтобы их выкачивать, их же запускать надо. И третье, еще модели тоже должны там быстро запускаться и включаться в работу и прогреваться. И вот здесь возникает, во-первых, как мне кажется, тот концепт, что скорость, это такое слово всеобъемлющее, которое в себя включает не только там скорость взаимодействия с интерфейсом, но еще и в том числе скорость разработки и в принципе скорость всех процессов, которые есть. Ничего себе, как глубоко, директор Яндекса по искусственному интеллекту может бесконечно задавать вопросы про такую эмальемкую тему, как виртуальные помощники. Да ладно, я сейчас про скорость спрашиваю, это вообще не про эмалью. У нас пришло время блица. Стандартный блиц, мы задаем вопросы, и можно отвечать коротко или не коротко. Когда виртуальный ассистент сможет настолько быть развитым, что, например, помогать разработчику писать код? Я думаю, что никогда. Не веришь в вот это вот бесшовное... Да, из забавного сейчас... Дипмайнд там вот это вот выпустил. Дипмайнд выпустил статью, где они научились решать простые олимпиадные задачки, но если копнуть там поглубже, оказывается, что сеть просто перебирает блоки кода так, чтобы попасть в тесты и дальше пробует свои гипотезы об системе проверки решения, если вдруг она проходит, то повезло. Ну, это прикольная статья, прикольная штука, но, скажем так, это отличие между этой вещью и там игрой в шахматы, оно колоссальное по-прежнему. Ибрагим, веришь в человечных ассистентов? Так, во-первых, я согласен с Росланом конкретно вот про предыдущую кейс. Я вспомнил, я в детстве книжку читал, мне двойный брат подарил, робот по имени Джо называется, сборник научно-фантастических рассказов про искусственный интеллект. И там в конце предисловия была строчка про то, что как орудия труда для человека стали продолжением руки, так и технологии искусственного интеллекта будут просто продолжением разума. Поэтому я скорее тоже склоняюсь к той теме, что первично и в первую очередь виртуальные ассистенты это ассистенты. Они помогают что-то делать. Вот. Отвечая на вопрос про человечность, ну тоже, смотря что вкладывать в человечность. Вот когда мы общаемся с людьми и нам задают вовлеченный вопрос про то, как у нас дела интересуются и рассказывают, для меня это тоже человечность своего рода. Если мы говорим про какое-то самосознание, наверное, нет, я не очень верю. Но сможет ли персональный помощник за меня позвонить и выполнить какое-то поручение? Такой персональный помощник сделать может и уже умеет. Следующий вопрос Блица. Вот лично для тебя, не вообще для людей, не то, что ты думаешь, не то, что там маркетологи нарисовали, а прям для тебя, какой самый полезный навык у персонального ассистента? Для меня самый важный и полезный навык, наверное, я очень часто деньги перевожу, вот я голосом, для меня это стало действительно быстрее по контактам. Потом, наверное, второй и третий это какие-то стандартные сценарии вроде узнать погоду, и в целом это действительно стандартные кейсы использования, которые позволяют мне сократить время, которое я раньше тратил. А для тебя? Гудильник, погода, таймеры, я люблю ставить, когда что-нибудь готовлю, часики. Ну, кстати, мой любимый навык погоды, хотя, казалось бы, маленький, не то чтобы наукоемкий, но просто насколько дорогое действие, взять телефон, свайпнуть, открыть виджет, это на самом деле намного дороже, чем там, ходя по квартире, собираясь на работу, походя спросить просто. Я так понимаю, что музыку тут никто не узнает, не слушает. Слушает, но вот погода прям супер... Давай следующий вопрос. Давайте поиграем в конспирологию. Персональная железка у тебя дома с микрофоном. Есть ли страхи и риски на эту тему? Ты персонально боишься того, что у тебя дома стоит устройство с микрофоном? Ладно, сберовское, а какое-нибудь чужое. Да, чужое. Мне кажется, я в целом не супертехнофоб, я к этому нормально отношусь, возможно, в том числе потому, что сам в этой индустрии работаю, мне в целом... Ты достаточно открытый человек, не супер, запариваюсь по этому поводу, но я бы хотел чтобы всегда был функционал, где последнее слово за мной, что я могу отключить, там, механический микрофон и так далее. И вот это для меня важно, потому что это показывает свободу, мое взаимодействие с ассистентом. То есть выбор всегда за мной. Хочу, отключаю, хочу, оставляю включенным. Эки, Эрслана, для тебя? Для меня персонально нет ничего страшного в том, что есть колонка, я прекрасно представляю, как она работает внутри, прекрасно понимаю, что она меня не слушает, пока я ее не позвал. Это, во-первых, неэтично, и я уверен, что Яндекс никогда не решит слушать чаще, чем мы попросили. Ну да, если у тебя... Тут коллегам ты доверяешь? Другие колонки я не использую на регулярной основе, потому что, ну, только если я хочу что-нибудь потестить интересное. Но тем не менее, поставишь ли ты их? В целом, на самом деле, тут я бы исходил из теории игр, в том смысле, что до тех пор, пока конкуренты, ну, даже если я считаю, что конкуренты готовы идти на неэтичные вещи для того, чтобы заработать больше денег, вот пока я понимаю, что, слушая постоянно, они должны будут потратить, не знаю, в миллион раз больше денег на обработку этого потока информации, и при этом они в миллион раз больше денег не заработают от этого, я бояться не буду. Понятно. Ну, и еще один вопрос для каждого из вас. Купили ли вы устройство с ассистентом своим родителям? У ваших родителей стоит что-нибудь? Да. Да, то же самое. Все новые новинки, они идут напрямую к родителям. Пользуются. Фидбэк получаете? Да, да, да. По полной вере получают. Огонь. Ну, меньше, чем хотелось бы. Меньше хотелось бы. Спасибо, ребят, да, тема бесконечная. Всем можно пожелать изготавливать такие вещи, которые хочется поставить своим родителям. Это правда. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо, что позвали. Спасибо. До следующих встреч. До встречи. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok